Программа у нас сегодня несколько необычная, потому что мы не будем говорить о каком-то конкретном заболевании, о том, как его диагностировать и лечить. Поговорим мы сегодня вот о чем. Вот только ленивый не ругает медицину за несовершенство. И возле кабинетов очереди, и лекарства не купить, потому что дорого, и в стационары не попасть битком забиты, а в очереди стоять, а не длиннее, чем в мавзолее, ну и так далее. Ну, к сожалению, некоторые из этих претензий, конечно же, имеют под собой основание. И объясняется это отчасти тем, что в больницах попросту не хватает врачей, причем почти всех специальностей. Как решаются вопросы кадров и управления качеством медуслуг в Самаре? Сегодня мы рассмотрим на примере отдельно взятого учреждения, в частности, Самарской городской больницы номер 7. У нас сегодня в гостях главный врач Анна Дубасова и врач-невролог Ирина Исаева. Седьмая городская больница. Больница очень большая, и это пять поселков, поэтому у нас в разных поселках ситуация кадровая разная, хотя общие тенденции есть. Но вы не станете со мной спорить? Нет, конечно. Думаю, что даже мы сейчас об этом более подробно поговорим о причинах этого и о том, что с этим всем делать. И вот одним таким показательным поселком у нас в этом году стал поселок Мехзавод. Вот если начать с середины 2013 года, то ситуация у нас была там очень плачевная кадровая. У нас на 13 участках работало 4 врача, практически отсутствовали узкие специалисты и жители, конечно, многочисленные жалобы во все инстанции. Буквально с криком о помощи, помогите нам, решите кадровую проблему. За этот год ситуация там кардинальным образом поменялась. То есть на сегодняшний день у нас на 13 участках 9 врачей. Но не 13 еще все-таки. Не 13, но это спорно. Вот об этом мы сейчас тоже поговорим. О том, как должно быть, нужно ли 13 врачей на 13 участках. Своё видение, и в общем-то это видение не только моё как руководитель, но это общая тенденция такая, но она меняется, и сейчас я постараюсь об этом тоже рассказать. И то, что касается узких специалистов, основные вакансии мы закрыли, в том числе за счет молодых специалистов. Вот Ирина у нас тоже молодой специалист, которая пришла к нам в этом году, только закончив институт. Но не в 15-м. В 14-м. Мы же с вами про 14-е годы говорим. Вот теперь, когда мы говорим о том, всё-таки должно ли быть на 13 участках 13 врачей. Вот в Российской Федерации участки делятся определенным образом. Есть норматив, сколько жителей должно приходиться на одного врача. На каждого врача по нормативу должна приходиться одна медицинская сестра участковая. И что происходит у нас дальше? Во что мы превратили медицинских сестёр? Мы медицинских сестёр превратили в писаря. Подай, принеси, напиши, документ запомни и так далее. И функции, которые они могут выполнять, а всё-таки медицинские сёстры у нас высококвалифицированы очень многие, мы у них отняли, особенно в поликлинике. И общая тенденция сейчас, общероссийская, и, естественно, и в Самарской области это активно развивается. И есть уже в поликлинике такие лидеры в этом направлении, когда большая часть функций, несвойственных врачу, передаётся медицинским сёстрам. Вот если посмотреть по городу, вот у нас такие два лидера, есть 15-я поликлиника и 6-я поликлиника. Там, где уже этот эксперимент не первый год продолжается, где на одного врача приходится от двух до четырёх медицинских сестёр, и, соответственно, участки сильно укрупнились. Но от этого жители не страдают, потому что разные причины есть обращения к врачу. Одно дело, если мы приходим, потому что мы болеем, а другое дело, что нам надо 150 бумажек разных, да, то есть справку в бассейн, справку для занятий спортом, оформление санаторно-курортной карты, оформление водительской справки, диспансеризация, медосмотр, профилактика. Ведь для этого вмешательство врача вот непосредственно, да, то есть не всегда нужно, и оно, по крайней мере, не нужно с самого начала. То есть дать себе направление, распланировать там прохождение обследований вполне в состоянии медицинской сестра, в профилактической работе. Ведь знаете, что сейчас происходит? Вот на сегодняшний день медицинские училища, а теперь они называются медицинские колледжи, по новому стандарту образовательному на медицинскую сестру учат три года. Это почти половина образования в институте. Ребята после 11 класса учатся три года на медицинскую сестру. Их очень много чему учат, а мы не используем. Обидно. И, честно говоря, вот сейчас, когда идет увеличение количества заболевших респираторными вирусными инфекциями, нагрузка, конечно, увеличивается. Но и здесь медсестры могут очень сильно помочь, да. То есть есть первичный визит врача, есть визит врача, когда нужно проконтролировать ход лечения. Есть наш визит к врачу после лечения, когда нам нужно закрыть больничный лист. Эти потоки тоже можно разделить. И снизив нагрузку на врача, хотя, конечно, она очень большая в периоды подъема респираторно-вирусных заболеваний, но ее тоже можно немножечко распределить таким образом, что и врачу будет полегче, и все-таки медсестры будут активными помощниками. Но ваше мнение, что этот эксперимент, он все-таки удачен? Он очень удачен, да. И мы будем двигаться в этом же направлении. Я думаю, что к этому придут все. Ведь если взять европейский опыт работы именно в амбулаторно-поликлиническом звене, там на врача прикреплено гораздо большее количество людей, но только за счет того, что у них большое количество медицинских сестер, и им отдано очень много функций. Мы, к сожалению, пока вот не можем перестроиться. Это требует времени, это требует определенной подготовки медицинских сестер, обучения их соответствующих. А такое решение можно принять на основе отдельно взятой поликлиники, или это все-таки система? Ну, на законодательном уровне мы еще к этому не пришли, но если послушать, что говорит сейчас министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова, вы уже эти нотки услышите. Вы уже услышите о том, что нужно больше функций отдавать среднему медицинскому персоналу, что мы их немножко ограничиваем в их деятельности. Мы к этому тоже придем, через какое-то время придем. И это не потому, что проще набрать медицинских сестер, чем набрать врачей. И это именно потому, что врачей надо разгрузить. У нас перегружены врачи работы и бумажные. Ну, моготворчеством точно перегружены. И очень, ведь знаете, еще как говорят, да, знаете, есть такие шутки, в интернете очень часто висят, да, уважаемые пациенты, не делитесь друг с другом симптомами, врачам тяжело ставить диагнозы, да, то есть объявления в поликлинике. Если проанализировать всех обращающихся в поликлинику, вот всех, кто туда пришел, предположим, за месяц, то по заболеванию приходит порядка 30-40%. Остальные приходят за другим. Вот я уже про это говорила, и, по-моему, даже на какой-то из передач мы это обсуждали, что у нас пожилым людям, это вот еще социальный фактор включается, да, то есть для них поликлиника, она включена еще в круг вот социализации, да, то есть у них, им нечем себя вот где-то еще занять, и очень многие, они, вот порой выходишь в поликлиники к людям, здравствуйте, здравствуйте, вы с чем сегодня пришли? Я давно у доктора не была, да, ну хорошо, значит, поговорим. Ну и это на самом деле нормально. Да, это на самом деле нормально, но это, с другой стороны, Если не брать систему. Да, этим должны заниматься социальные службы, то есть вот социальные службы должны заниматься тем, чтобы вот население старшего возраста было вовлечено в какие-то другие еще процессы, а чтобы для них больница не становилась кружком по интересам. Вот это тоже очень важно. Вот у нас Ирина молчит, уже, мне кажется, пора ее привлекать к разговору. Ирина, я так понимаю, выпускница Самарского медуниверситета государственного, да? К сожалению, вот не смог подъехать сегодня к нам представитель университета по объективным причинам, поэтому вот по поводу обучения, наверное, будем спрашивать того, кто только что недавно отучился. Есть статистика, что недоукомплектованность кадрами, особенно в провинциальных каких-то небольших больницах, от того, что туда специалисты с высшим образованием работать идти не хотят. Не хотят? Ну, это достаточно сложный вопрос. Человек сам для себя выбирает, хочет он остаться либо в большом городе, либо в маленьком. В принципе, сейчас государство делает все, чтобы направить молодежь и молодых специалистов в провинциальные, как выразились, города, в провинциальные больницы. Они дают подъем, но очень хорошие. Они могут обеспечить жильем. И человек сам для себя выбирает, хочет он остаться в большом, где ему уютнее, скорее всего, жить. И здесь уже просто не зависит от того, где лучше в профессиональных качествах остаться. А вот как лично вы выбирали место работы? Как я? Я лично выбирала, я хотела остаться в большом городе. И когда я выбирала именно так, как в поликлинику я для себя выбрала местом работы, я очень много где побывала, и для меня очень было важно, чтобы начальник был достаточно молодым, чтобы он был тоже очень на энтузиазме, чтобы это было. Потому что я тоже молодой специалист, и тоже еще вот эта вся инициатива во мне, готовность к работе, хочется все сделать, перевернуть. И я в этом, конечно, нашла большую поддержку в заведующем своей поликлинике. Там достаточно молодой коллектив, очень дружный. И это, конечно, очень подкупает, потому что хочется расти, развиваться, узнавать что-то новое. И в начальнике в своем я полную поддержку вижу. Вот я, кстати, слышала, что ваш молодой начальник в достаточно короткий срок умел собрать коллектив единомышленников. Это вот как раз та ситуация, которую мы полгода назад обсуждали. Было у нас мероприятие по поводу как раз инвекционных технологий в привлечении кадров. Мы в нем участвовали даже с докладом. Я как раз докладывала о том, что такое молодые руководители. Вот у нас так сложилось в лечебном учреждении, что на сегодняшний день у нас 19 руководителей моложе 35 лет. Ну или равно, да? То есть 30 лет. Заведующие отделениями, заведующие поликлиниками, руководители юридической службы. Ну то есть вот в самых разных направлениях. Начальник отдела кадров, то есть много. Младшие, они мыслят быстрее нас даже вот как-то. И очень умеют, они используют инвестиционные технологии, они используют все интернет-ресурсы, которые только есть. Но самое главное, с чего они начинают? Они начинают звать своих однокурсников. То есть приходи ты, приходи, приходи, приходи. А поскольку однокурсники еще тоже молодые люди, они еще мобильные, они не прикипели вот к тому стулу, на котором они так крепко сидели. И вот когда процесс движения уже пошел, тогда уже идет привлечение всех остальных, даже вот тех, кто вчера закончил институт. Они приходят в коллектив и видят, что они попадают в коллектив, в котором, предположим, там средний возраст на сегодняшний день, там младше 40 лет, да? То есть средний возраст коллектива. Да, там есть специалисты, которые работают давно. Но вот столько молодежи пришло, что им в этом коллективе комфортно, особенно если учитывать, что это поликлиника, это вообще редкость, да? Ну, а вот пациенты-то ведь чаще всего испытывают недоверие к молодым докторам, и им хочется доктора со стажем. Нет, Ирина, не согласна? Не все пациенты. Некоторые, наоборот, приходят. Вот вы молоденькая. Вас только учили. Вас только учили. У вас все знания свежие. Я хочу услышать именно ваше мнение. Такие, да, такие, как бы, пациенты у меня есть, и мне часто тоже говорят. Ну, конечно, есть и такие, которые, как бы, немножко другого мнения. Ну, это, знаете, такая великая фраза, да? Возраст, молодость – это то, что проходит быстро, к сожалению. Вот. Мы всегда другого боимся. Мы боимся, чтобы молодежь не сбежала с поликлиник. Ведь поликлиника – это амбулаторно-поликлиническое звено, вот первичное звено. Это самая сложная работа в медицине. Самое сложное. Мало того, что мы, все, кто работает в амбулаторно-поликлиническом звене, должны быть хорошими диагностами, быстро проводить дифференцировку, понять, куда этот человек должен быть направлен дальше. Нуждается ли он в стационарном лечении, или достаточно здесь пролечить, сегодня, сейчас, какие обследования, какой диагноз. То есть это все требует быстроты мышления. Ну, так ведь еще и основной поток жалоб, если взять вот все жалобы, которые идут по здравоохранению, они тоже идут вокруг поликлиник. Да, то есть если вот все проанализировать, вот поликлиники – это такая притча в языцах. Молодежь боится идти в поликлиники. Боится именно за это, боится столкнуться вот с этим негативным отношением стороны населения к себе, да. Вот мы придем, молодые, вот нам будут говорить, да, как вот ты сейчас сказала. Но это, наверное, так же, как и учитель в школу идет. Как учитель в школу, да. У нас же все умеют учить и лечить, все абсолютно. И это самые вот сложные специальности в плане выстроения взаимоотношений со своим вот пациентом, либо там с родителем учеников, если мы говорим о педагогике. И, конечно, огромный поток негатива, который идет вот в информационном поле, он ведь тоже не дает положительных результатов, вот чтобы к молодежи по-другому относились. Если, не дай бог, выходит передача, да, о врачах, вот положительных, позитивных передач о медицине очень мало. Очень много негатива, это все нагнетается. Наши бабушки там, не только бабушки есть, которые просто вот этим всем подпитываются вот так энергетически, им нужно этот конфликт куда-то нести дальше, да, куда нести, давайте понесем его в поликлинику. А сегодняшние ребята вот молодые, они не хотят вот так работать, да. То есть вот когда спрашиваешь, у меня дочь студентка пятого курса, общаясь с ее одногруппниками, с ребятами, ребят, почему вы не хотите идти в поликлинику? Ну да, чтобы на нас целый день там всякие бабушки кричали. Вот что они боятся. Случилось ли это с вами, Ирина? Ну, я думаю, этого ни один доктор, к сожалению, не может избежать. Пациенты бывают разные, особо заключается у меня работа неврологических пациентов, это своя степика. То есть возрастные чаще всего, да, пациенты? Ну, больше контингент, да, но не сказать, что основной он у меня, но больше можно. Да, поэтому, ну, пациенты разные, больные тоже разные, и подход ко всем нужен индивидуальный. Хорошо, а было ли во время вашей учебы, была ли такая дисциплина, либо был ли такой преподаватель, который дал именно это, готовность воспринять вот это спокойно и грамотно? Вот мы сейчас немножечко в институтах программу поменяли, они сейчас пораньше начинают допускать, скажем так, к пациентам. Когда я училась, нас пациентов начали допускать только на третьем курсе. И вот уже это тогда с третьего курса, это в студента из года в год закладывается, то, что нужно относиться с пониманием к больному. Вы сказали, что хотелось молодого коллектива, молодого руководителя для того, чтобы можно было внедрять какие-то инновации, свое ведение профессии. Тем не менее, работать вы пришли в поликлиническое отделение, которое достаточно уже старое, да, скажем так, как минимум здание и система устоявшаяся. Более того, мехзавод – это еще и, наверное, специфический контингент проживающих, потому что такой отдаленный район. Так вот, по поводу инноваций. Появляются ли эти идеи и есть ли возможность их внедрять? Как получилось на практике? Ну, пока мало. У меня опыт, чтобы обсуждать эту тему. Инновации есть, конечно, в голове, но на практике пока я их еще не пробовала осуществлять. То есть я понимаю саму систему работы поликлиники, я пытаюсь выработать свое мышление какое-то, чтобы быстро реагировать на то, куда направлять пациента. Пока как бы еще в практику я свои стремления не внедрила. Анна Анатольевна, на вашей практике приходят все-таки молодые специалисты уже не первый год к вам на работу. Видите ли вы какие-то изменения в подходе, в подготовке этих специалистов? Она как-то меняется, они приходят с какими-то другими знаниями? Ну, те ребята, которые приходят сейчас, они, конечно, еще пока учатся по тем же стандартам, по которым когда-то учились мы. А следующее поколение придет после 2017 года, то есть те, кто уже идут по измененному стандарту. Изменения, конечно, мы видим. Мы видим, вы знаете, мы вот буквально на той неделе у нас была встреча в Государственном медицинском университете с ректором, с академиком Котельниковым, и нам показывали вот то новое, что у них есть. Нас водили в симуляционный центр, нас водили в их новую библиотеку. Вот мы стояли руководители самарских учреждений здравоохранения с вами. Ну, в наше время, когда мы учились, такого не было. Им созданы все возможности. Но одновременно с этим, знаете, так постарчески немножко побрежу, мы были другие. Нам до всего было дело, нам все было надо. Мы с первого курса все работали. Мы начинали с санитарками в отделении, потом медсестрами. Сейчас процент ребят, которые работают в медицине, вот с начала института, он очень небольшой. Вот они тоже стали другие, но зато они мыслят по-другому. Они лучше ориентируются в огромном потоке информации, которая вокруг нас. Они многие владеют иностранными языками. Соответственно, им более доступна иностранная медицинская литература. То есть вот то, что, например, для нашего поколения, но доступно единицам. То есть кто-то там, кто учил язык, да еще на том уровне, чтобы иметь возможность читать медицинскую литературу в оригинале, ну вот в нашем поколении их, конечно, можно по пальцам пересчитать. А посмотрите на сегодняшних студентов. У них 8 из 10 владеет иностранными языками хотя бы на том уровне, что они уже это могут. Они ездят на международные практики, на международные конференции. Каждый год медицинский институт отправляет студентов на международные практики. Каждый год ребята ездят. То есть те, кто хотят, они имеют огромные возможности. Но вот оборотная сторона этого, и об этом, кстати, тоже говорил Геннадий Петрович, о том, что вот этого энтузиазма, вот этого огня, который был в нас, да, когда мы там были студентами, когда нам надо было, мы на третьем курсе уже дергали за халат наставника, говорили, а можно я тоже на этой операции, ну хотя бы одним глазиком вот туда вот загляну. Вот таких стало меньше, ребят. Ну а почему? Ну не знаю. Это финансовая мотивация или что-то другое? Ну я не думаю, что это финансовая. Сложно сказать. Моя группа относилась вот как Анна Анатольевна описала. Мы действительно, да, просились на все операции. Мы везде пытались проникнуть, изучить, поэтому как-то... Нет, я же не хотела бы обобщать и говорить, что вот они все плохие, да. Нет, так не бывает, да. Они не плохие, они просто другие. Нам для того, чтобы видеть какой-то ход какой-то операции, нужно было за спину к профессору залезть, вот оттуда вот выглянуть, да, еще по голове, чтобы тебе стукнули, говорили, в рану не лезь, потому что ты куда в рану-то, да? А сейчас, пожалуйста, ты открываешь интернет, ход операции любой, тебе крупным планом, в красках, красиво и ярко, ведущие хирурги оперируют, ты все это можешь посмотреть и так, руками попробовать не можешь. Потому что когда ты с преподавателем каждый день бегал в операционную, там в конечном итоге ты его уговаривал, и он тебе давал возможность за инструмент поддержаться. Ну не больше, конечно, пока ты студент совсем юный. Хотя у нас были студенты, которые к окончанию института уже самостоятельно оперировали. Но это, конечно, были ребята, которые просто не вылазили из хирургии, там, и сейчас это известные хирурги в городе, да, то есть этих людей мы всех видим и знаем. Вот. Конечно, большая надежда на то, что вот сейчас изменение образовательного стандарта, которое идет, оно, с одной стороны, конечно, ребят немножко пугает, потому что изменяются сроки ординатуры, да, то есть интернатура вообще у нас прекращается, а ординатура у нас будет от 3 до 6 лет, в зависимости от выборной специальности. Но практического обучения, практических навыков будет больше. И посмотрим. Очень часто жалуются пациенты на непрофессионализм доктора. Естественно, если разбирать там все это в целом, то там будет определенный процент субъективного, но будет и объективный. Кстати говоря, сама была свидетелем визита в частную клинику, когда доктор сказала мне, ну подождите, сейчас я еще посмотрю, что интернет на эту тему нам предлагает. Ну, не будем говорить про этот шок, да. Вот. Так все-таки по поводу некомпетентности социалистов. Конечно, интернет компетентный, это однозначно. Наши пациенты, я порой не понимаю, я даже некоторым пациентам, когда мы вот как врач консультируешь и объясняешь, мне говорят, а я вот в интернете то прочитала интернет, и говорят, а зачем вы пришли ко мне, вы же все прочитали. Поэтому компетентность врача, во мнении обывателя, к сожалению, это соответствует ли то, что он говорит интернету, или не соответствует. А вот компетентность врача, она немножко в другом. Конечно, когда мы говорим о молодых специалистах, никто не отменял наставничество. И хороший молодой специалист вырастает в хорошего врача тогда, когда он не боится побежать о чем-либо спросить. Я всегда вспоминаю, как мы вот первые разы, когда там на самостоятельный прием попали, и учебник в столе лежал, и ты думал, как же с этим учебником сбежать на 5 минут, подглядеть, чтобы потом прийти пациенту объяснить. Это нормально. Ты учишься еще какое-то время, и после того, если, не дай бог, ты вдруг решил, что ты великий и все знаешь, ну все, вот тут катастрофа, тут же где беды. Давайте мы все-таки вернемся к кадровому голоду. У вас есть понимание вообще, как этот вопрос мог бы быть решен? Ну, понимание-то есть, возможности нет. На самом деле, эту проблему можно закрыть за 3 года путем возвращения распределения в ВУЗ. К сожалению, это невозможно. Хотя все медицинское сообщество страны буквально кричит об этом. Верните распределение в медицинский ВУЗ. Верните. Давайте скажем детям о том, что если государство их на протяжении 6-7 лет учило и вкладывало в их обучение деньги, то будет добр пойти государству этот вот свой долг отработать. То есть хотя бы 3-4 года. Это невозможно. Невозможно на законодательном уровне. Но выход все равно найден. Это целевое обучение. И у нас в области этот вопрос очень активно обсуждался, и решения были приняты. Более того, это взято на контроль губернатора. И были открыты дополнительные места целевые, именно целевые. Что такое целевой договор? Это когда договор идет между студентом, лечебным учреждением и институтом. Трехсторонний. Трехсторонний. Институт обязуется обучить, студенты обязуются учиться, лечебные учреждения обязуются его трудоустроить. Вот в чем трехсторонность этого. И мы заказываем специалистов. Да, то есть заказываем специалистов, которые вам необходимы. Которые нам необходимы. И мы получаем. Если нам нужен хирург, мы заказываем хирурга. И, соответственно, интернатуру этот ребенок будет проходить по хирургии, и мы получим этого хирурга. Вот по всей видимости направление будет туда, и я думаю, что пройдет немного лет, и мы пройдем к тому, что у нас практически стопроцентный прием в медицинский вуз на бюджетные места будет целевым. Вот тогда мы закроем все вакансии в течение трех лет. И давайте еще все-таки, раз уж мы заговорили о взаимоотношениях пациента и медицинского работника, если сейчас не вставать на две крайности, что одни и другие говорят бред. Какая у вас взаимосвязь? Есть ли обратная связь с пациентами? Разбираетесь ли вы в конкретных ситуациях, где и что произошло, что хотели бы пациенты, чего им не хватает, какие у них пожелания? Какая это связь? Ну, во-первых, мы достаточно активно работаем со всеми устными и письменными обращениями граждан трасс. Я и все мои изместители, и заведующие поликлиниками проводим достаточно большое количество встреч с населением, где люди имеют возможность задать вопрос напрямую, получить на него ответ. Если ситуация какая-то, требующая более серьезного разбирательства, то это потом один-один пообщаемся и разберем. Знаете, раньше у нас было как, что главный врач принимал строго в один день и строго с трех до пяти. Сейчас у нас этого нет. Пожалуйста, абсолютно доступны все руководители. То есть вы можете позвонить, обратиться ко мне, к заведующему поликлинику, к заведующему отделению. Можете приехать. То есть у нас нет временных рамок. То есть человеку не придется два месяца ждать, чтобы попасть на прием к главному врачу и пообщаться с ним о насущных вопросах. Поэтому вот такие формы работы, анкетирование проводим. А есть вот эти обращения? Идут люди с проблемами к вам? Конечно. И с самыми разными проблемами на самом деле. Например, последняя ситуация была. Обратилась мама. Беременная девочка, впервые там выявленное заболевание. Вот они в таком немножечко вот в растрепанных чувствах, что им делать, куда им вот бежать надо. Хотя все объяснено, все рассказано, все вот. Нет, еще раз мы придем к руководителю и вот еще с руководителем все проговорим. То есть самое разное. Ну, к сожалению, мы не можем там сейчас с вами оперировать диагнозами, именами, фамилиями, просто не имеем этого права. Но ситуации, когда приходят к руководителю любого уровня пациента, их очень много. Это не обязательно жалобы. Да, то есть вот мы должны четко заявить, что есть, конечно, какие-то жалобы, которые требуют там рассмотрения. А есть вот именно ситуации, которые надо решать здесь, сейчас, сегодня. Ну, во-первых, спасибо большое за беседу и хочется пожелать вам, чтобы работа приносила удовлетворение, иначе по-другому не получится. И тогда, наверное, и у пациентов все будет хорошо. Тем более, что сегодня, согласно федеральному законодательству, любой россиянин может выбирать понравившуюся поликлинику не только в родном городе, но и в любом другом уголке страны, причем независимо от прописки. И каждый человек, в общем-то, сам решает, где получить полис, у кого лечиться. И кроме поликлиники можно также выбрать лечащего врача и страховую компанию. Ну, вот как-то так. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы.